здравейте друзья здравейте приятели всем привет дима даниэль скалска болгария 28 декабря 23 год друзья сейчас меня спросите ну и рожа у тебя шарапов друзья я сам я сам на приколе на полном потому что произошла некая авария со мной два дня назад сейчас лицо уже выглядит уже выглядит лучше потому что никто меня никто меня не побил не дай бог никакого конфликта никакой семейной драки никакой ссоры не было друзья мои объясню предысторию вы понимаете что вот у нас в селе около нашей калитки дом находится где-то на краю села и в селе в нашем селе скалска не так много фонарей соседний фонарь находится от нас где-то у соседнего дома в 50 метров к нашему дому ну почему-то фонари никак провести не могут более того я вам скажу что да мы у нашего кмета в селе спрашивали поставьте нам фонарь нам ничего не видно потому что когда машина подъезжает калитки ну из калитки надо выйти зайти в дом у нас поставлены лед лампы которые работают на солнце которые на движении вечером они могут зажечься но когда день пасмурный то лампа не зажигается друзья мои и еще и дорожка такая очень неровная это неровная такая дорога где нет просто такая не очень хорошая дорога что произошло я вечером мы вышли со светочкой ездили по делам я вышел из машины друзья мои я очень контролирую когда я хожу потому что уже 30 лет на протезе я умею себя контролировать когда хожу ну тут ребята я просто подскользнулся и реально рубанулся прямо лицом в землю разбил нос разбил лоб разбил коленку света была в ужасе потому что кровищи было много друзья мои мы не паникуем абсолютно мы знаем в этой ситуации что делать сразу же естественно остановили кровь промыли ранку ну все на все нормально и все хорошо не было никакого смысла ехать в какую-то больницу самое главное в такой ситуации когда получается какая-то травма абсолютно не паниковать есть люди которые очень плохо реагируют на кровь которым становится плохо я не из этого числа мы четко знаем что делать такой ситуации всегда пластырь йод спирт чтобы остановить кровь но лицо конечно у меня сейчас веселое на лбу уже посходили все нормально все хорошо на полном позитиве мы продолжаем в общем-то наши трансляции поэтому не переживайте дима даниэль здоров счастлив и как обычно находится в хорошем настроении там сейчас кто-то еще сказать вот напился там разбил себе голову не друзья если бы я напился я бы не упал это я вам скажу честно но естественно сразу же снова мы обратились к мету и будем сейчас писать письмо потому что ну на самом деле почему не поставить фонарь все-таки здесь мы живем постоянно соседнем доме фонарь есть более того вам скажу что у нас нет нету даже мусорки около дома ну не знаю почему общинный налог естественно мы платим но друзья поймите что в болгарии села они не очень богатые и есть села где более развитая инфраструктура где везде все освещено у нас немножко не так ну потому что не богатое село мусорки около нашего дома нет хотя сначала мы просили поставить там мусорку мусорку около нашего дома но нам кмет сказал что неудобно ее выносить вывозить от вас но и слава богу друзья мусорка у нас стоит за где-то в 100 метрах и это здорово потому что во первых когда нужно вынести мусор мы просто идем далеко его выкидываем тем самым около нашего дома в мусорке нет никаких как бродящих кошек каких-то дворовых собак ну и здорово и заодно мы еще вынося мусор мы еще и прогуляемся вот я очень надеюсь написал напишем письмо запрос приложу свою фотографию скажу уважаемые господа пожалуйста все таки мы платим общинный налог проложите нам пожалуйста все таки здесь какой-то фонарь чтобы но чтобы не падайте чтобы не повторилась вот такая ситуация но опять же всяко бывает каждый человек может упасть и абсолютно все нормально как обычно мы на полном позитиве у нас прекрасная летний зимняя погода сейчас у нас где-то плюс 12 градусов с утра ночью был минус один видите какие разрывы в горах в горах днем у вас может быть очень жарко ровно где-то 4 пол пятого начинается такой резкий перепад вниз температуры и это чувствуется сразу же и слава богу что нет особо какой-то влажности поэтому сейчас светочка на улице как обычно занимается своими делами а я вот рассказываю вам о том казусе который со мной произошел слава богу ничего нос не разбил коленка немножко болит единственное все пройдет что в такой ситуации можно было конечно сделать можно было сесть поехать в габрово в больницу что это все это страховой случай ну а зачем ну и чтобы я там был чтобы конечно бы поехали если бы не было ничего серьезно было бы что-то не дай бог серьезно но эти ситуации я знаю как оценить и ради какой-то ссадины когда идет куда все промыли все прекрасно все довольны все смеются светлана немножко перепугалась я не испугался но конечно в своей жизни в общем-то были моменты и посерьезнее падал и сильнее обычно я группируюсь падаю на руки там все нормально друзья не волнуйтесь дима даниэль с вами на полном позитиве и продолжаем нашу предновогоднюю так сказать историю везде праздник все готовятся везде гирлянды везде елки многие люди прекрасно и красиво украшают свои дома мы елку в этом году не ставили может быть мы еще ее поставим не знаю на улице мы так прекрасно все украсили вечером когда уже будет темно я наверное сделаю видео все замечательно что что такого происходит у нас друзья мои в болгарии сейчас полный оптимизм по поводу вхождения в новый двадцать четвертый год я читаю болгарские новости где где я прочитал такой знаете такую интересную вещь что болгарские предсказатели в один голос я не буду говорить их имен потому что я точно предсказали в двадцать четвертом году небывалый рост вообще подъем болгарии подъем настроений ребята мы поверим предсказателям и будем ожидать что в болгарии в двадцать четвертом году будет намного лучше чем в двадцать третьем году очень бы хотелось но потому что очень хочется чтобы каждый следующий год был был для нас для всех лучше это не я сказал это сказали болгарские предсказатели поэтому на следующий год полный оптимизм в ожидании того что болгария войдет шенген когда болгария войдет шенген я кстати сконсультировался по этому поводу с болгарами кто-то говорит что это плохо потому что сюда набегут какие-то беженцы австрия требует от и болгарии принять там сирийцев принять афганцев но ребят давайте посмотрим историю в странах восточной европы что касаемо венгрии чехии польши болгарии здесь беженцев не хотят вот таких и поэтому скорее всего болгария войдет шенген и не поддастся на влияние вот этого евросоюза и не пустит сюда этих беженцев точнее беженцам делать то здесь нечего ну что беженцы будут жить в районе габрово где им не дадут никаких естественных денег где немножко неровные дороги да какой там какой здесь им даже не похулиганить и в общем то все я и я лично верю что шенген будет беженцев вот этих беженцев из африканских стран не будет будем надеяться только на лучшее потому что год был не очень хороший война в украине война в израиле цены цены немножко корректируются яйца стоит 45 статинок за одну штучку 22 евро цента вчера мне сказали что в украине яйца стоит 50 евро центов ну значит у нас намного лучше чем в украине помидоры в магазине два с половиной лево 3 лево это дешевле чем в прошлом году мандаринки к новому году я купил по ребята по 40 статинок это по 20 евро центов такой дешевой цены на мандаринки я еще не видел в общем здорово мы готовимся кстати сегодня 28 число ребят 28 число это мой день рождения только не поздравляйте меня пожалуйста потому что я вообще день рождения свой праздную ну без какого-то стола каждое два 28 числа у меня на 28 марта так что сегодня все-таки некий праздник ну ребят в принципе у нас каждый день какой-то праздник потому что мы наслаждаемся природой больших забот жизненных у нас никаких нет но появилась одна очень серьезная проблема о чем я в общем то наверное скорее всего расскажу завтра послезавтра когда я попытаюсь ее откорректировать потому что меня лишили пенсии в израиле меня лишили пенсии в израиле потому что 28 числа должна в израиле зайти пенсия я ее не получаю и начинаю нервничать начинаю нервничать не понимаю что такое почему меня ее лишили захожу в компьютер захожу и тут я читаю из-за того что вы не находились три месяца в израиле мы вас лишаем пенсии я думаю да нет не может такого быть у нас договора у нас не может этого быть я начинаю вспоминать всю историю как все вот это было потому что в первый год проживания я пришел в израиль в министерство национального страхования сказал здравствуйте спросил я проживаю в болгарии на основании получения вида на жительство визы д они сказали да все прекрасно никаких проблем болгария и израиль есть у нас договоренности все спокойно не волнуйтесь я не волновался друзья мои ровно до вчерашнего момента абсолютно не волновался и тут денег нет на счет ничего не зашло меня начинает так потрясывать потому что ну как бы быстро сажусь там начинаю звонить всем друзьям всем знаком и что оказалось господа что очень и очень важно в данной ситуации когда вы выезжаете из израиля на долгое время вы обязаны заполнить специальную форму а мне ничего не сказали по поводу этой формы я ее не я так вспоминаю я заполнял какую-то форму нет ничего не заполнял ну кто виноват ну я конечно начинаю винить этих служащих которые мне ничего не сказали но с другой стороны это моя проблема личная что я эту форму не заполнил форму не заполнил все пенсия остановлена а это эти клерки им вообще все без разницы абсолютно они что они у них компьютер три месяца человека не было хлоп пенсии лишили до свидания благодаря вот нашим хорошим друзьям которые живут в болгарии уже наши так сказать локомотивы нашей жизни которые подсказывают нам которые знают и живут здесь больше дим эта форма то я звоню говорю что сделать может поможете дима ты эту форму заполнял нет ее надо заполнить а какую благодаря естественно а не нашей дорогой хани которая сразу мне сказала какая форма грюхан ты можешь мне помочь ребят приезжайте никаких проблем абсолютно нету вечером мы со светочкой сели на машину благо нам недалеко мы поехали к миши и хани потому что у нас нет ни принтера у нас нет ни сканера а там ребята полностью подготовлены ребята все умеют и все знают то чего не умею не знаю я с бумажками хана методично со мной вместе пораспечатывать эти бланки мы сели вместе с ней заполнили эти бланки указали там все требования приложили копии личной карты у меня есть личная карта проживания в болгарии эта карта на долгое проживание продление визы д каждый год мы его продлеваем замечательно заполнили форму хана специалист в этом деле тут вообще ничего говорить приложили копии эти карты отправили письмо в электронное видео в израиль министерство национального страхования и теперь мы естественно ждем ответ лишить друзья мои не могут то что человеку положено ему положено если человеку не положено ему никто ничего не заплатит ну вот опять моя недоработка и сейчас я вам просто хочу сказать если все таки вы все оформили визу д вид на жительство обязательно пойдите и заполните форму номер 167 не поленитесь потому что потом потом у кого-то могут быть проблемы не допустите этой проблемы которая произошла у меня я полностью естественно нет конечно немножко волнуюсь но я прекрасно понимаю прожив много лет в израиле что эта проблема она решается сейчас они пересмотрят проверят сравнят а кстати я должен был лететь в израиль 7 ноября 23 года но к сожалению из-за ситуации войны полететь туда я не смог билеты отменили но уже не в этом дело формы заполнены письма отправлены сейчас я жду ответ и попросят какие-то еще документы значит также я их предоставлю и мне надеюсь надеюсь друзья мои мне вернут мою честно заслуженную пенсию по инвалидности вот такие у нас прекрасные новости мы немножко готовимся к новому году хотя как готовимся но на улице солнышко светочка на участке как обычно с утра она выходит она выходит она что-то делает вязать в такое время ей не интересно потому что нужно я сейчас тоже пойду наверное на участок погуляю подышу воздухом правее проконтролирую свой нос ну в остальном все прекрасно полный позитив ребята как обычно поэтому держите всегда дома обязательно аптечку пластыри бинты ватки перекись водорода йод спирт немножко но и никогда не впадайте в панику когда что-то такое происходит даже в другой стране сразу нужно трезво четко оценить ситуацию травмы потрогайте вот здесь если ничего потрогайте вот здесь если ничего руки ноги если ничего не сломано не надо ехать в больницу сделайте сами первую помощь а если на следующий день что-то будет хуже тогда да тогда следует обратиться к врачам врачи в болгарии есть можно обращаться ну мне не было в общем то никакой нужды поэтому я не буду здесь судить страховую компанию будьте здоровы и никогда не падайте удачи вам и